Приветствую, друзья! Вы на канале WP Lavers, где мы говорим о WordPress с любовью и на понятном языке. И в этом видео я покажу, как работать с так называемым глобальным виджетом Elementor Pro. Поехали! Итак, в этом видео мы с вами познакомимся с так называемым глобальным виджетом. Я расскажу, что это такое, как его применять и покажу основные отличия от шаблонов. Про шаблоны уже было видео на канале, и я оставлю на него ссылку в описании, и в конце этого видео будет такой вот квадратик с видео про шаблоны. Давайте разбираться, что же такое глобальный виджет. Для того, чтобы создать глобальный виджет, нужно для начала добавить хотя бы какой-то другой виджет. И это и есть основная разница с шаблонами. Шаблоны у нас могут быть сохранены как секции, вот, сохранить секция, и шаблон всей страницы. Например, вот так, сохранить шаблон и сохранится вся страница. Глобальный виджет же сохраняется из виджета. Например, мы можем сделать кнопку для нашего сайта, какую-то одну кнопку, написать на ней что-то, оформить ее стиль и сделать из нее глобальный виджет. Как это сделать? Да, очень просто. Нажимаете вот сюда «Редактировать» и «Сохранить». Открывается такое же меню сохранения, как и в случае с шаблонами, но это будет глобальный виджет. Я набираю название и нажимаю «Сохранить». И вот кнопка стала глобальным виджетом. Сейчас обводка и вот эта иконка редактирования стали желтыми, в отличие от остальных секций, которые у нас синие. И это означает, что виджет стал глобальным. Где можно теперь найти его? Ну, у нас открылась по умолчанию сразу вот эта вот вкладочка «Глобальные». И теперь мы можем этот глобальный виджет вставлять куда угодно на наших страницах. Ну, например, добавим еще одну секцию и вставим сюда еще один глобальный виджет. Что можно с этим теперь сделать? Можно отредактировать любой из них, любой виджет на любой странице, где он вставлен. Можно нажать «Редактировать». Вот с этой кнопкой я чуть позже покажу, что делать. Нажимаем «Редактировать». И, например, мы хотим изменить цвет фона на вот такой зеленый. Обратите внимание, что на всех кнопках у нас изменился цвет. Это очень удобно в тех случаях, когда у вас много страниц, например, и вы используете один и тот же виджет везде. И в этом случае есть смысл его сделать глобальным. Тогда, когда вы измените на любой странице этот глобальный виджет, он изменится на всех страницах тоже. Еще один способ применения глобального виджета – это моделирование. Что это такое, сейчас покажу. Вот, например, у нас есть такой виджет, иконка с текстом. Мы можем сделать дизайн одного, но мы не понимаем, как они будут выглядеть, если их выстроить четыре в ряд. Поэтому делаем очень просто. Сохраняем виджет. Иконка с текстом я назову его. Нажимаем «Сохранить». И вот виджет стал глобальным и появился в наших глобальных виджетах. Что я теперь делаю? Я размножаю это дело. Ну, например, вот так можно тоже скопировать. Еще раз копируем и переносим сюда. Что теперь? Теперь можно отредактировать этот виджет, написать здесь то, что вам нужно, поправить вот здесь цвет звездочки, например, изменить размер заголовка, типографика, размер заголовка вот так вот, поправить там насыщенность, например, 700 сделаем. И описание сделаем помельче немножко, потому что оно крупноватое. Ну, вот как-то так. Для примера нормально. И вот мы видим общую картину, как приблизительно у нас будут выглядеть эти виджеты, если их выстроить в ряд. Понятное дело, что разный будет текст, разные заголовки, иконки, но общая картина сразу становится понятна. Как же отредактировать? Да, тоже очень просто. И здесь нам на помощь как раз идет вот эта кнопка «Открепить». Нажимаем «Открепить», и теперь этот виджет превратился в обычный виджет, который мы можем редактировать отдельно. Здесь мы можем уже изменить заголовок, изменить текст, но в целом у нас все будет выглядеть, как мы сделали для всех этих виджетов. Давайте разберемся теперь, как использовать это на всем сайте с более практической стороны. Добавим тоже секцию, и, например, добавим иконки соцсетей. Вот таким образом. Вот у меня есть некоторый набор иконок. Например, вот такой. Я сейчас изменю. К примеру, поставлю vk.com, vk.com. Кстати, если вам нужна какая-то социальная сеть, вообще, в принципе, здесь есть уже основные социальные сети. Недавно я попросил разработчиков, чтобы они добавили сюда Telegram и Одноклассники, и в этом обновлении эти иконки уже появились. Так что пишите, если что-то нужно, если вам что-то не хватает. Я напишу разработчикам, попрошу их, и они тоже, я надеюсь, сделают. Ну вот, у нас есть иконки соцсетей. Пускай будет по центру. И я сохраняю их как глобальные. Тоже пишу иконки соцсетей. Нажимаю «Сохранить». И у меня появился еще один глобальный виджет, который можно точно так же использовать. Но мы пойдем вот каким путем. У нас есть виджеты WordPress. И если у вас есть Elementor Pro, то у вас появляется виджет «Библиотека Elementor». Вот он. Давайте вытянем его и поставим его в виджет, например, в футере. Вот таким образом. Как обычно у нас кнопки социальных сетей и выводятся. И вот здесь можно выбрать шаблон. Давайте прежде чем мы его выберем, посмотрим библиотеку шаблонов. Сейчас я перезагружу страницу, и появятся наши глобальные виджеты здесь же. Вот они, наши глобальные виджеты. Но, как вы можете видеть, они не активны для редактирования, потому что логика их работы немного другая. Потому что их отредактировать мы можем вот здесь, на любой странице, куда они вставлены. А шаблоны Elementor мы можем отредактировать в Elementor самостоятельно, отдельно от какой-либо страницы. И это первое отличие. Глобальные виджеты у нас глобальные, да, и их нельзя отредактировать вот из этого меню. А шаблоны можно. Но, когда вы вставляете шаблон на страницу, вот если мы сейчас сюда добавим шаблон, допустим, да любой, например, вот такой вот, вот он добавился шаблон, и все, мы его можем редактировать отдельно от шаблонов из библиотеки. То есть все изменения, которые мы сделаем во вставленном шаблоне на этой странице, они на этой странице так и останутся. В библиотеку это редактирование не затронет. Чтобы отредактировать сам шаблон, нужно нажать прямо вот здесь, редактировать в Elementor. А если мы отредактируем здесь глобальный виджет, то изменится внешний вид элементов, которые мы вставили с помощью этого глобального виджета. Ну, то есть вот куда бы мы не вставили этот виджет, на любую страницу зашли, отредактировали, и это изменится везде. Ну, давайте выберем теперь вот в наших виджетах, в выпадающем списке, и вот они, иконки соцсетей. И подписано, что этот шаблон виджет. Есть Page, то есть вся страница. Есть Section, то есть секция была сохранена. Вот виджет, выбираем иконки соцсетей, нажимаем сохранить, и сейчас посмотрим, как выглядит сайт. Вот он, мой тестовый сайт. Крутим вниз, и смотрим, вот они, наши иконки соцсетей сюда вывелись. Если мы изменим здесь наш глобальный виджет, нажимаем редактировать. Допустим, я хочу, чтобы здесь у меня был не WordPress, а, например, Instagram. Пишу здесь Instagram, естественно, ставлю ссылку на Instagram. И обязательно нужно сохранить страницу, чтобы применились изменения в виджете. Сохраняем страницу, и сейчас перейдем на эту страницу, перезагрузим ее и посмотрим. Ну вот, я перезагрузил страницу, и появилась иконка Instagram. Я надеюсь, это понятно. По мне, это очень удобный инструмент, который может сэкономить кучу времени на вставке повторяющихся элементов. Делаете один раз, вставляете, и потом можно редактировать сразу везде. Это очень удобно. У кого пока что нет Elementor Pro, вот вам еще один весомый повод его купить. По ссылке в описании, естественно, когда вы покупаете по ссылке в описании, вы помогаете моему проекту расти. Elementor делится со мной частью своей прибыли. Вы платите ту же цену, ничего не теряете, но зато помогаете проекту. Напишите в комментариях, как вы уже используете глобальные виджеты. И если у вас пока еще нет Elementor Pro, напишите свои идеи, как бы вы их использовали. Потому что функция классная, интересная. И давайте посмотрим заключительный вариант применения этих глобальных виджетов. Он, по сути, не отличается ничем от виджетов в WordPress. Но все же, в Elementor Pro, как вы могли заметить, есть еще и шорткод. У каждого шаблона и у каждого глобального виджета, естественно, тоже. Вот я скопирую иконки соцсетей, например, и перейду к редактированию какой-нибудь записи. Вот такой, например, тестовой записи. Нажимаю «Редактировать». И сейчас мы с вами вставим эти иконки соцсетей куда-то в текст. К примеру, вы где-то в блоге или на сайте пишите. Подпишитесь на наши социальные сети. И чтобы не писать, что ссылка там где-то внизу сайта в подвале, вы просто вставляете шорткод, который вы скопировали в библиотеке шаблонов, сохраняете эту запись. И вот они появляются, иконки в вашей записи. Конечно, нужно отредактировать отступы. И это можно сделать на этой странице. Мы можем редактировать, нажать «Расширенные» и сделать отступы сверху 10 пикселей, снизу тоже 10 пикселей. Спозиционировать, например, этот виджет по левому краю, сохранить тоже и просмотреть эту запись теперь. Вот, пожалуйста, появились отступы. Можно еще больше добавить, но с этим вы поэкспериментируете для своего проекта самостоятельно. Я, естественно, показываю пример. Ну вот еще, как вариант использования этого глобального виджета. Подумайте, как вы в своем проекте можете это использовать, если вы делаете сайты для клиентов, как вы можете использовать это в клиентских проектах. Лично я, когда нужно, использую этот виджет достаточно активно. Ну что, друзья, если видео было полезным, ставьте палец вверх. На канал еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ссылки на социальные сети, как всегда, в описании. На Elementor Pro тоже в описании. Спасибо, что смотрите. До встречи в новых видео. Хорошего дня.